Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем беседу с Иваном Андреевичем Образцовым. Сегодняшняя тема, как правильно насаживать приманки. Вот когда Галавль, так сказать, по большой воде, он активно берет, в заглот эту наживку берет, а вот когда появилась растительность, туда зашло разное мелочи, рыбы мелкой, мелюзги, раки туда, лягушки. Он уже отъелся, значит. Кстати, он за неделю после нереста, за неделю он отъедается, опять жирный делается такой. Так вот, он начинает, как это сказать, капризничать, да, и жульничать начинает. Начинает объедать, значит, так, наживку, значит, так, вот. Ну, некоторые ловят, значит, на рака тоже, некоторые там на сосиски, на что угодно. Он фактически всеяден. Некоторые даже вот маленькие этот, я забыл, как его называют, значит, вот такие маленькие пельмени. Равиоли. Да, равиоли, да. А некоторые говорят, это учебный, говорит, для студентов. Я говорю, так цена вроде дорогая. Вот иногда и ловят на это. То есть он практически берет все. Так вот, чтобы он не объедал ничего, и чтобы можно было петок рака взять и на весь день, на сутки хватило, тогда мы делаем этот поводок, значит, так сказать, мы его не привязываем, а ставим еще один карабинчик и на петлю. Понимаете меня? Зачем это нужно? Вот мы сделали петлю, представьте себе. Тогда мы, значит, у меня в комплекте, значит, рыболовных принадлежностей. Вот есть такая миллиметр толщиной проволока, примерно 25 сантиметров. На конце у нее крючок, как вот вязальный крючок, знаете, вот такой-то крючочек. Мы зацапливаем этим крючочком вот так вот и держим. Пропускаем проволоку от глаз до хвоста рака и сдвигаем, и сдвигаем, и сдвигаем, и сдвигаем, и сдвигаем, до крючка сдвинули. А потом берем эту петлей и за карабинчик защелкиваем. Теперь рака, голова, при всем желании, он ее никак не сдерет. Только он ее возьмет, а тут уже крючок, слушай, а крючок уже далеко там во рту. Поэтому, вы поняли меня, да? Особенно, особенно это результативно получается, когда мы ловим на выползках. Или на лягушку, вот. Да. На выползках тоже мы продеваем проволокой все выползка. Этим крючочком цепляем за петлю и продергиваем. И выползок, то есть дождевой червяк, оказывается на крючке. И если яси, значит, особенно яси, он вороватая рыба, так это объедает здорово. И если он только он ее взял, чтобы стянуть все, крючок у него уже во рту. Кстати, на выползках, на донную удочку, только грузило надо уменьшить до 30-40 граммов. А на поводок, значит, насаживать, вот как я сказал, значит, выползка, хорошо берет щука. Отлично берет, лучше, чем на блесну. Вот это вот, поиметь в виду. Вот, это мы касались, в общем, ловли, в общем, в крепких местах, так сказать. Я отвлекся маленько. В комплекте у каждого должна такая вот палочка, значит, так. Ее покрасить в резкий свит, чтобы на берегу не потерялось. Когда вы плетенку зацепили удочкой, значит, так. И оторвать, можно руки отрезать. Поэтому намотались, значит, на это, так сказать. И потянули. Да. Мы вот как-то с Петровичем поехали на рыбалку. Мне попал голавль, значит, так. Я думал, зацепил у коряги, значит, вот так взял, намотал, потащил, вытащилось. Ну, ничего, что-то не хлопнуло, как обычно, при обрыве. Когда вытащил, оказалось, значит, этого вот голавля на 2,5 килограмма схватил сон. Да. А я у него из пасти ее выдрал. Ну, я же не видел, на берегу стоял. Вытащил, а у него одна сторона у голавля с кожей. Кровь течет. Вот, и чешуя со всей кожей содрана. Поэтому вот палка нужна для того, чтобы руки не отрезать. Вот, достать удочку, вот так вот, с повреждения. Ну, что еще, значит, так сказать, из оборудования. Конечно, если вы ловите на рак, обязательно ножницы надо. Вы сами понимаете, что надо обрезать все ноги, и клешни надо обрезать. И везде, где, значит, используются как плавники, хвостовое оперение, это и усы, вот все это надо срезать. Ну, я думаю, вы все знаете, как насаживается рак на крючок. Берется рак, да, значит, ножницами мы удаляем все остальное, что мешает заглоту рыбы его в живом виде. Значит, можно сделать из одного рака две части. Одна часть раковая шейка, отрезали, отложили отдельно, и одна часть головогрудь. Значит, головогрудь, значит, насаживается таким образом. Берется крючок в правую руку, в левую руку головогрудь, и, значит, со стороны отрезанной шейки заводим крючок. Но только обязательно надо между оконечностями отрезанных ног. Это для чего надо? Мы вот так вот потихоньку, потихоньку повернули, чтобы они не разрушились. Для того, чтобы при забросе, ведь очень сильный удар, когда мы забрасываем, чтобы он не отлетел в сторону, иначе грузился, а улетел, а рак на берегу где-то у вас там. Да. Но на что очень важно внимание определить? В первую очередь. В первую очередь надо, чтобы наживка была параллельно леске, ровно. То есть, если надо будет наперекос, представьте себе, вода жмет, и он вот так крутится. И он закрутится вокруг лески, и головью не возьмет, потому что он просто отпустили. Неестественная получается такая наживка для него. Значит, хвостовой, значит, так сказать, шейка рака насаживается по-разному. Некоторые насаживают просто, значит, поддевая крючком, некоторые, вот как я уже сказал, значит, по леске сдвигают, значит, до крючка, тогда он, конечно, сохраняется дольше. Но можно, как мы сказали, значит, если используя вот такое приспособление, значит, вместо, значит, проволоки, то можно всего цельного рака насаживать, значит, так сказать. Пусть вас, ну, не озадачивает, что рак, допустим, там крупный или головной, головной идет любой, особенно если вы ловите ночью, то смущаться не надо. Крупную наживку головной берет за глот. И вообще, значит, так сказать, он ее, значит, ну, не сосет никак, а процесс кормежки у головля такой. У него, значит, особенно это видно на нижней губе, есть маленькие, ну, как бы отверстия, углубления. Вот можно штук восемь их насчитать, значит, по внутренней стороне губы. И вот там расположены рецепторы. Я это почему рассказываю, хотя я не вскрывал его. Я однажды ловил с первого причала, и вот закину только поклевка, рака нет, поклевка, ну, разов в шесть. Думаю, ну, как же это так, значит, вот я не умудрюсь. А он как дернет раз, и рака нет. Как-то надо это дело, значит, вот поймать-то его. Я поставил поводок из тонкой лески, 0,2, значит, да, крючок там, пятый номер, маленький, и кусочек маленький отрезал, значит, рака. Насадил, забросил, раз поклевка, хлоп, и попал на крючок, значит, так. А я с причала ловил, подматываю, подматываю. Ну, видно, что рыба есть, серьезная. Но он ни грамма не шевелится. Я аккуратно, значит, подтянул к причалу, поднял его, положил на причал, он не шевельнулся. Вы представляете? Оказалось, этот крючок вот попал в это углубление. И он это одурел, как сказать, значит, так отключился. Шок. Шок, действительно. Ему задел. Он вот такой какой-то вялый, вроде, когда рыбу берешь, он упрыгивает, живая, а это вроде мертвый. Стоил достать крючок, он сразу запрыгивал. Думаю, вот это характерный пример того, что вот, что значит накололся и перестал клевать. Вот так. То есть крючки, конечно, должны быть идеально заточены. И после каждого заброса или зацепа обязательно надо проверять крючок, острие крючка, пробуя на ноготь. Если крючок скользит, вы выбросьте этот крючок или подточите его. Он не годен для ловли рыбы. Ну что ж, дорогие друзья, на этом время нашей программы на сегодня подошло к концу. До новых встреч и рыбацкого счастья вам! А в ближайшее время мы отправимся с Иваном Андреевичем на рыбалку, где вы воочию сможете посмотреть за работой опытного рыболова. Конечно же, на берегах нашей великой реки.